всем привет на моем канале оконный мастер у меня очередное видео из моего из моего балкончика ну что прошу нас мы комментировали смотрели передачу черный список и думал еще надо прокомментировать а кого-кому ну естественно алексея земского куда же без нашего коллеги насколько я понимаю бывший окончик а начиная с окон веселое видео снимал в перчатках и в такой смешной эмуниции сейчас он конечно большой человек бизнесмен и не хочется работать вот и приглашает каких-то мастеров давайте посмотрим что они тут предлагают нам сделать ну абсолютно посмотрим может на самом деле так и надо с окнами в настройке в общем смысл в чем и какое-то имеется окно в настройке ничего не подготовлено просто вот окно закреплено на пластины ранкерные запенены без я так понимаю без пароизоляции и давайте посмотрим что они нам предлагают как это окно можно будет оживить и восстановить смотреть буду с ютуба не знаю меня в тот раз забанили не забанили ну вот так вот из браузера я буду смотреть ну что погнали просмотр друзья из прошлых видео вы уже очень хорошо запомнили что существует несколько оттенков дерьма и один из них самый яркий это стандартные окна от застройщиков мы на своих объектах их выбрасываем на свалку и никогда не идем с ними на компромисс но таких объектов всего лишь 250 в год а новостройки только в москве сдаются в год десятками тысяч квартир но то что окна от застройщиков бывают ужасного качества бывают качество приемлемо и так вот прям говорит то что все надо окна выкидывать но я бы так не сказал тем более учитывая стоимость на данный момент сколько может обойтись заменить все окна в там трешки но это там полмиллиона условно может стоить и смысл выкидывать эти деньги которых как обычно у всех ипотеки вот по себе знаю мне пришлось выкидывать все окна и стены сломал себе но у меня не новостройка у меня старый мне пришлось так и так то что деревянный было бы даже был недавно на вылитном доме окна 70-ый рехаус стоит царковый пакет его смысл выкидывать на что на то же самое ну конечно ситуация на его то есть но в трешке полмиллиона легко можно дать час просто из-за того что они типа застройщика так не работает но если окна объективно плохие есть такие которые до их не справить и смысл оставлять их нету если этим нету подоконников нету если меня поменять и не у всех есть такая возможность сразу поменять и отказаться от них и поэтому сегодня мы расскажем о том что можно с ними сделать как их исправить хотя бы немножко чтобы не послужили хотя бы пару лет до того как все-таки окажутся нас и начнем с того что реанимация окон под застройщика состоит из двух огромных отдельных этапов первый это полный перемонтаж а второе это капитальный ремонт и придаю условно специально обычному человеку который занимается специализируется именно на это в основном 90 процентов что понимали дал то есть его у вас новостройка в основном 90 процентов достаточно обойтись просто манипуляции со самой рамы стройка уплотнитель фурнитура все не касаясь подоконников и не касаясь откосов это в 90 процентах случаев посмотрим что наш мастер скажет и сегодня покажу как отремонтировать окна застройщика таких замков несколько они запираются за ответные части эта вторая часть замков ответный часть и расположен и народ закрыты планом них закроем insecurity причиной мераме виден что за первая часть относительно ответной части не попадает замок как это можно исправить это сделать достаточно просто нам надо просто сместить ответную часть которыеadd на рынке мы и и смещаем в правильное положение правильно положение мы увидим когда с имитируем закрытые ложения створки повторюсь закрытые положения створки и мы имитируем поворотом ручки вниз. Когда я повернул ручку вниз, замок на створке занял правильное положение. Так, я что-то не понял. Я что-то пропустил. Он начал рассказывать. Я перемотаю. Из окна от застройщика. Исправним замки. Таких замков несколько. Каких-то таких он вообще с чего начал-то? Я что-то не пойму. О каких-то замках он начал говорить просто ни с того ни с сего. Что за монтаж такой у них? Они запираются за ответные части. Это вторая часть замков. Ответные части расположены на раме. Вот они. Санитируем закрытое положение, а именно ручку повернем вниз. Вопрос к оператору. Вот если бы я не знал, что там должно двигаться, я бы не разглядел, что там куда двигается, какие замки, какие части ответные. С какой радости мы начали с ответок регулировать. Что это такое? То есть я прихожу, начинаю. У вас окно вот так вот висит. Сверху щель. Я начинаю двигать ответки. Так что ли он предлагает? Я что-то вообще не понял. Давайте дальше смотреть. Закроем створку. Прислоним ее к раме. Видим, что запирающая часть, относительно ответной части, не попадает в замок. Как это можно исправить? Это сделать достаточно просто. Надо просто сместить ответную часть, которая находится на раме. Мы ее смещаем в правильное положение. Правильное положение мы увидим, когда сымитируем закрытое положение створки. Повторюсь, закрытое положение створки мы имитируем поворотом ручки вниз. Когда я повернул ручку вниз, замок на створке занял правильное положение. И относительно этого положения мы устанавливаем ответную часть. Теперь видим, что замковая часть на створке и замковая часть на раме относительно друг друга расположены корректно. Естественно, таким образом необходимо поправить все замковые части на всех трех створках. Ребят, смотрите, вообще начато с самого, вот он сделал первое, переместил ответки относительно ЦАП, он это сделал первое, а это надо делать в самый последний момент. Опять же говорю, то есть поворотные стройки, как правило, все провисшие. Откидные, как бы монтажник, видать, что-то подкручивают, да, потому что если она будет провисшей, она просто не будет попадать в ответную планку. Ну, блин, вообще-то мне даже в голове не укладывается, он предлагает сразу делать ответки. Опять же, стройка провисшая, естественно, ЦАП будут ниже, чем от ветки, но в этом случае не надо от ветки двигать ниже, в этом случае надо стройку расклеить, отрегулировать. Вообще, вот запомните, первое, что надо сделать, это взять маленький карандашик, можно по углам наклеить малярный скотч, меня тут кто-то учил, что я без малярного скотча это делаю, просто карандаш легко стирается с рамы. И взять карандашиком и обвести в углах, то есть вверху в углах, по горизонтали поставить две черточки, а по вертикали поставить в черточку, ну, там, буквально 5 миллиметров, просто понять, насколько уплотнитель у вас заходит. Вверх, середина, низ, низ, по сути, он параллелен верхней части, ну, и сзади посмотреть, бывает она песочными часами. Вот с чего надо, ну, настоящий мастер, с чего будет начинать диагностику и ремонт окна, а не двигать от ветки, чем дальше будет предлагать. Положение створок относительно рамы. Чтобы уплотнитель правильно работал, он должен по всему периметру, в правильном месте, нахлёстываться на раму. Мы отмечаем край сворки. То есть он сначала передвинулся от ветки, створка находится вот в прямом положении, а он начинает сейчас вот то, что я говорил, делать. По тому краю рамы, где работает уплотнитель. После того, как мы отметили карандашом притвор, мы проверяем, насколько правильный этот притвор от каждой створки нахлёстывается на раму. Для этого открываем створку и смотрим. Вот этот размер, на который створка нахлёстывается на раму. В этом размере работает уплотнитель. Размер притвора здесь один, здесь другой, здесь третий. Какой хер надо было тогда делать, отвертки перемещать? Скажи мне, друг. Говорит о том, что створка занимает неправильное положение относительно установленной раны регулировочного ключа. Створка имеет возможность регулировки лево-право, вверх-вниз. Каждый из этих моментов отдельный, поэтому мы можем створку дать либо вниз, только вправо, либо вверх, только влево. И таким образом зададим створке правильное положение относительно раны. Ну, опять же, вот из нашего опыта, это на самом деле можно сделать, но только в тех случаях, когда, допустим, вверх задевает, ну, створка задевает об ответку. Можно сместить диагональю. Вот как он показал, снизу у него там больше зазор, там у петли меньше зазор, но, опять же, это делается обычно расклиниванием. Это проще сделать и как бы правильней. Теперь, например, створку подвинуть влево. Крутим шестигранником в посадочном месте вниз, и створка у нас уходит влево. В данном случае, к сожалению, это будет крайнее левое положение. Здесь же, в нижней петле, есть возможность как-то раскировать. И, опять же, я не понимаю, какая необходимость створку задвигать влево. Он сначала показал одну створку по зазорам. Сейчас начинает эту створку. Вот, если бы, ну, он как бы учит, да, правильно? Учит каких-то людей, да, там, ну, условно, не обученных людей. И по какому принципу он двигает? Двигать эту штуку надо, если она прям, ну, задевает, за поворотно откидываю ответку. Здесь этого непонятно, и он этого не показал. Ну, опять же, необычный человек начнет поднимать ее вот нижней петлей, и, скорее всего, упрет ее либо в ножницы, либо ножницы начнут обраму тереть. Там буквально 2 миллиметра, тут, ну, обычно бывает это, 2 миллиметра можно подвинуть. И глобально это никак не улучшит, глобально это никак не улучшит положение створки в прилегании. Конечно, есть варианты, да, то, что она изначально была расклинена, и просто она низко. Вот у нас буквально вчера такой объект был. Да, там мы просто подняли, она была расклинена, просто мы ее подняли. Но, опять же, это надо смотреть вот по карандашным отметкам. Это самый лучший способ продиагностировать состояние окна. Теперь я говорил насчет неправильного положения среднего режима. Средний режим ставится на поворотных створках, вот сморочная часть, относительно рамной части, они расположены неверно. В том числе и поэтому с этой стороны идет продувание. Как это решить? Очень просто, необходимо рамную часть просто пересверлить и поставить в другое положение. Блин, ну, полный бред, короче, он говорит. Во-первых, откуда мы знаем, что там продувание? Ты покажи нам продувание. Я вот в своих видео показываю эти продувания. Их видно легко, прям, ну, это кусок пыли просто. Вот. Третий, второй момент. Вот это наружный прижим изначально с, ну, на заводе, когда прикручивается, у него жестко зафиксирована, то есть одна часть к другой. И когда они прикручиваются створ, у нас створ какой-то прикручивается, то прикручивается именно в том месте, где это должно быть. Если там какой-нибудь металл, ну, тонкий, допустим, или просто там, условно, ну, как обычно столько просто песочными часами смещается, вот так вот идет, и, соответственно, она отдаляется, вот эта одна часть, от ответной части отдаляется. И перекручивать ни в коем случае нельзя, надо просто снять штапик и подложить туда рихтовочные пластинки. Все монтажники об этом знают, но вот кроме этого, к сожалению, у товарища. Ну, конечно, да, блин, специалист еще тот. В общем, так делать неверно. Надо, наоборот, подлинуть створку путем подкладывания рихтовочных пластин между стеклопакетом и профилем створки. После того, как мы сняли раму... И вообще не показывают вообще ни одного крупного плана, не показывают. Непонятно, что эта штука делает, как она работает, и для чего мы что-то там смещаем. Вот он ничего не показал. Для среднего прижима у нас здесь отверстия, посмотрите. Эти отверстия не останутся, поэтому нам необходимо закрыть. Прежде чем их закрыть, нам необходимо это место зачистить и обезжирить. Для работы нам понадобится... Вот он сделал абсолютно бестолковую вещь, и сейчас будет, наверное, 10 минут рассказывать, как замазывать эти дырки, которые... И не надо было замазывать, как я уже говорил. Ну, это просто бред. Короче, я буду сейчас перематывать. Токаневое полотенце, обезжириватель, герметик, либо типа тубус, либо такой вариант. И если мы используем герметик типа тубус, мы используем пистолет, типа скелет. Для начала мы обработаем место обезжиривателя. Обязательно, обязательно. Если обезжириватель является затирать коротко, либо прислонив, выдавить. Ну, удобнее на палец. И, кстати, не стесняйтесь... На какой палец? Ну, компасик меняет носик, это носиком, правда, туда просто надо ткнуть точку. Потом она высохнет, стянется, и будет, ну, практически незаметно. Чаще менять белую тряпку... А он предлагает выдвинуть на палец и намазюкать. Зимскот, ты где взял этого? Повторюсь, чтобы она не отдала цвет на белое окно. После того, как мы закрыли герметиком отверстие от прежнего положения равной части среднего прижима, нам необходимо задать правильное положение этой детали. Напомню, средний прижим состоит из двух частей. Створочная и рамная. Рамную переставляем, створочная стоит на месте, на правильном месте. Относительно нее и выставляем вторую часть. Кстати, это не всегда так. Недавно был на замере, где створочная часть наружного прижима стояла близко к раме, и там было пробывание. Тут, опять же, он нам этого не показывает, этого нюанса. А это очень важно. Мы установили, карандашиком отметили одно место, и два, достаточно одно. Как видите, теперь при корректном положении двух смежных частей среднего прижима у нас в творках со стороны петель прижимается хорошо. После того, как мы отрегулировали все створки, выставили замковые части ответные относительно створочных правильных. Кто-нибудь видел, как он отрегулировал створки? Он покрутил нижнюю петлю, наверх даже не залез. Нам ничего не показал, и уже он говорит, я работу сдал. Прикрутил пол ролика, как он занимается ненужной работой с средним прижимом, снаружи. Дальше мне интересно. Положение проверяем уплотнитель. Для этого мы должны провести визуальный осмотр. Мы открываем створку и смотрим. Хороший уплотнитель по углам, это важно, по углам должен быть протянут. На некоторых окнах от застройщика уплотнитель впаян в профиль, и при сварке в этих местах сваривается и уплотнитель. В этом месте уплотнитель неэластичный, а главное свойство уплотнителя – это эластичность. Когда уплотнитель по углам сварен, в этих местах при закрывании створки, створка в четырех местах упирается жесткими точками, а по другим прямым частям уплотнитель не работает, это также может быть причиной продувания. В нашем случае уплотнитель правильный, назовем это так. Теперь смотрим, где он состыкован. Он же не может быть без стыка двух частей. Снизу стыковки нет, по бокам тоже нет, я это уже посмотрел, значит, он состыкован сверху. Это значит, он состыкован в правильном месте. По полу стыков, да, он даже не посмотрел. Снизу нет, сбоку нет, значит, он там. А он может быть там состыкован с разрывом. Он, то есть, ну, как бы сжался, и там, допустим, сантиметр разрыва. Как это можно определить визуально? На створке в этом месте будет кусочек пыли такой. Ну, и уплотнитель, как правило, от застройщика идет самый бюджетный. Ну, хороший уплотнитель застройщик не поставит. Так что, вот, первым, что бы надо было сделать, это просто поменять уплотнитель. Его уплотнитель стыкуется именно сверху. В этом месте будет микропродувание. И пусть оно лучше будет сверху, чем снизу, потому что сверху вы этого не ощутите, а снизу это будет мешать. Уплотнитель бывает нескольких видов. На окнах от застройщика он, как правило, либо однолепестковый, либо двухлепестковый, либо камерный, с небольшим лепесточком. А какие еще бывают? Ну, прошли, я, конечно, молчу. Либо однолепестковый, либо двухлепестковых, либо... Ну, я, по сути, уплотнитель не перечислил, в основные. Я подмечу, если уплотнитель однолепестковый, мы его сразу меняем. Если он двухлепестковый, смотрим на его состояние. А если он камерный, то мы его ставим. Этот уплотнитель правильный, камерный. С таким уплотнителем герметичность притвора в ваших створах будет точным. После осмотра уплотнителя мы делаем вывод, что уплотнитель в порядке, он правильный. В самом конце, если уже все хорошо, мы делаем следующее. Шторку ручки отодвигаем и подтягиваем винты. Это тоже важно. Это влияет на качественную работу фурнитуры и окна в целом. Кстати, если вы это делаете самостоятельно, не делайте шурповетом. Возьмите обычную крестовую отлетку. Ну, тут можно согласиться, да. Потому что можете ставить винты, и ручка вообще не будет держаться у вас на окне. Ну, почти все. Мне очень самое интересное. Можно просто сломать основание ручки. Винты ты не сломаешь. Ну, нет такого. Короче, ручка быстрее сломается сама. Что обычно бывает, когда человек начинает шурповетом шуровать и прикручивать. Основание лопается, и все. В общем, резюмируем. Первым делом мы определили, нужно их демонтировать или нет. Если нужно, демонтируем, ставим замок. После этого регулируем створки. Перемещаем ответные части замков. После этого уже смотрим уплотнитель, если требуется. Меняем его, и в самом конце смотрим на декор, и наводим порядок. Ну, и где-то между делом немножко подтягиваем ручки. Почему-то у застройщиков они всегда болтаются. И на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, это видео поможет из этого несусветного... Все, короче, дальше не хочу смотреть. Давайте подведем итог. Значит, руководствоваться этим видео абсолютно нельзя. Это полный бред. Слово совсем. На самом деле, все делается не так. Первое. Отмечается карандашом притвор. Дальше смотрим. Если где-то трет, где-то задевает, определяем это место. Ну, это либо низ, либо вверх. На ощупь проверяем, как... Ну, просто можно легко всунуть в щель. Куда вот? Сюда вот всунуть. Где уплотнитель и ручкой закрыть. То есть, с одной стороны... В основном это надо делать со стороны петель. Ручку закрыли. Если вы чувствуете пальцами, что у вас створка жалует, значит, все работает. Если она правейшая, значит, надо расклинить. Заменить уплотнитель, навесить. И потом уже только в самом конце... В самом конце уже надо посмотреть на положение ответных планок относительно ЦАП. Они должны там на 2-3 мм быть выше, чем ЦАП. И все, в принципе, на этом. Ну, такое интересное... А может быть и нет. У меня получился обзор на... Не знаю, как это сказать. На человека, считающего себя мастером по ремонту окон. Ну, в принципе, из моих комментариев было понятно, что совсем он что-то не в той теме занят. Еще и руководитель. Ну, возможно, он просто заблуждается. Или опыта недостаточно. Я не знаю. Все, на этом все. Пишите свои комментарии, что думаете про Земского, про это видео. И что вообще думаете про ремонт. Напишите, что думаете про меня, если хотите. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok